Григорий Анисимович Григорий Анисимович Пашка из Медвежьего Лога Радиоспектакль по повести Григория Федосеева Часть первая. Таежные тропы Давно меня гнетет тоска по тайге. Она приходит сразу, как только появляются первые признаки весны. Ани во всем. И в мягком хрусте снега под ногами, И в сдержанном молчании птиц, И в синеве неба, И в затяжных закатах, И даже в шуме леса. Не в моготу становится беспечная жизнь в четырехстенной избе. Хочется встретиться с бурей, со зверем, с верстами, С бесконечными верстами непознанного пути. Тайга зовет. Мысли давно там, далеко в горах, У бурных протоков, у птичьих озер. То чудится, что ты у ночного костра, И тело пленит привычная усталость от дневного перехода, То вдруг плеснет в лицо смолистым запахом хвойных лесов. Я истосковался по лесу, По стуку дятла, Даже по усталости. Уже все полевые подразделения геодезистов Покинули зимние стоянки, Разбрелись по тайге, Заполняя дни напряженной работой. Наконец-то настал и для нас С Василием Николаевичем Долгожданный день отъезда. Инструменты, продукты, собаки, Все в самолете. Можно вылетать. Счастливого пути. Ребятам привет передайте. Некуха вам не фират. Летной погоды. До свидания. Спасибо. Счастливо оставаться. Передайте начальнику партии, Что мы вылетели. До свидания. До свидания, товарищи. Стойте. Что? Стойте. Что такое? Вас срочно вызывают на радиостанцию. Зачем? В подразделении инженера Макаровой Какая-то неприятность. Какая? Не знаю. Она ждет вас у рации. Василий Николаевич, Пошли со мной. Ох, не по душе мне эта задержка. Сирена, сирена. Я волна, я волна. Прием, прием, прием. Я сирена, я сирена. Вас слышу. У аппарата Макарова. Здравствуйте, Евдокия Ивановна. Что у вас случилось? Григорий Анисимович, отказал Большой Теодолит. Продисли нити. Запасная паутина оказалась некачественной. Пришлось приостановить работы. Попробуйте подогреть электролампой провисшей нити. Пробовали. Не получилось. А у меня паутины нет. Все, что было, роздали наблюдателям. А их сейчас в тайге днем с огнем не разыщешь. А в магазине паутину не купишь. Неужели не поможете, Григорий Анисимович? Если в ближайшее время не закончим наблюдения, мы сорвем проектирование. Я сейчас соберу людей, будем решать, что делать. Когда нам явиться на связь? Мы вас вызовем. Это надо же! Теодолит не могли сберечь. Ну, хватит, Василий Николаевич. Вот что, распорядитесь, чтобы разгрузили самолет. Придется заняться паутиной. Я отправлюсь в школу, попрошу помощи у пионеров. Чуяло мое сердце, что не вылетим мы сегодня. Тише, ребята, тише. Дослушайте до конца. Так вот, ребята, инженер Макарова ведет геодетические работы в районе крупного рудного месторождения. Проектировщики давно ждут карту, и мы не должны подвезти их. Для того, чтобы починить Теодолит, нужно срочно найти паутину паука-крестовика. Понимаете? А ее берут из кокона, в котором самка паука откладывает яйца. А без паутины нельзя обойтись. А для чего она? А ты когда-нибудь смотрела в трубу Теодолита? Нет, я смотрела. Мы смотрели. А видели в нем перпендикулярно пересекающиеся нити? Да, видели. Так вот, в обычном Теодолите эти линии нарезаются на стекле. А высокоточном, с большим оптическим увеличением, как у инженера Макаровой, нарезать нельзя, будет слишком грубо. Там линии заменяют паутиной, натянутой на специальную рамку. А шелковая нитка не годится? Нет, она лохматая, не дает четкой линии. Нужна именно паутина. Сколько надо паутины? Да всего дециметра два. Одного кокона хватит. Ребята, мы должны помочь геодезистам. Помогим! А где? А где искать? А прежде всего, надо организовать поиски в поселке. Обычно крестовики обитают на чердаках, в кладовых, под соломенными крышами, под тяжелой мебелью в квартире. Да, но никто не знает, где самка-паука прячет свой кокон. А какой он крестовик? У него на спине две темные полосы, напоминающие крест. Сделаем так, ребята. Первый отряд осмотрит все сараи по правому порядку. Обязательно посмотрите. Второй по левому. А мы третий будем искать в постройках колхоза. Хорошо. Но, помимо этого, каждый ищет у себя дома. Собираемся через час у школы. Пора, как в отрядах, подойди ко мне. Мама! Памя! Я забегу за тобой! Вася! Вася, захоти фонарик! Ребята! Ребята, кто взял мою тетрадь? Ребята! Забеги к маме, предупреди ее, я с дядей отправлюсь! Дяденька, дяденька, а если паука не найдут, тогда совсем остановится работа? Да, работы остановятся, но до этого допускать нельзя. Копегин! 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 Он уж наверняка живет. Так я в тайге искать буду. А как тебя зовут? Пашка я из Медвежьего лога. О, почти графский титул. Ты ходишь в тайгу? Каждую осень промышляем с дедушкой. Белку, когда, колонка добудем, ну и птицу боровую. А в прошлом году росомах попалась. А ты не врешь? Спросите дедушку. Спрошу. А как зовут твоего дедушку? Не могу выговорить правильно. Сами спросите. Его все Гурьянычем зовут. По отцу величают. Дедушка одиннадцатым сыном был. Родители все имена-то использовали. Ему и достал самое, что ни на есть трудное. И поддест, что ли? А не поддест. Во-во-во, она самая. Копегин! 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 Идите без меня! Я к дедушке помежал! Прошло в бесполезных поисках два дня. И чем меньше оставалось надежды помочь Макаровой, тем больше росла тревога за наши обязательства перед проектировщиками. Уже не надеясь на удачу, поздно вечером пришел я домой. Ох, ну и весна! Опять забьюжила! Что же вы так долго не приходили в обед? Щеперя приели! Виноват, Акимовна! Задержался! Садитесь к столу! Спасибо! Умоюсь только! Скажите, Акимовна, здесь ко мне паренек не приходил? Копегин его фамилия. Копегин? Да. Вот уродясь фамилии такой не слыхала. Видать, не здешний? Здешний. Шустрый такой паренек. Они, милые, наш кодус, все шустрые. Чего учудить занимать не пойдут. Копегин. Выдумает жеткую фамилию. Обличить какого на себя? Русый такой. Ямочка у него вот тут, на подбородке. Телогрейка на нем. Защитного цвета, широкая. Видно с чужого плеча. Стремительный, как стриж в полете. Ну, конопатый такой. Конопатый? Угу. Ума не приложить, Айон. Дозвать-то его как? Пашка. Уж не гурьян, челевну, Кузьмей, держи его. О, вот он самый. Такой от колхозного смонокура Гурьяныча внук. Какой же он Копейкин? Рубль, ох его фамилия. О. А это, видать, ему ребят прилепили. Мальчишка ничего. Пальц в рот не клади. Растет без отца, без матери. Завалил их обвалом на прииски. Кто там? Это я. А, Василий Николаевич, ну что, как дела? Макарова сообщает, что у них нет никакой надежды отыскать паутиновый кокон. В горах снег лежит? Ай, история, черт подери. И у нас не ладно. Пионеры добросовестно обшарили весь поселок. Ничего. Ума не приложу. Что делать? Можно? Пашка! Ну, входи, входи, входи. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам не один, с дедушкой. Здравствуйте. Здравствуйте, Гурьяныч. Входите, входите, пожалуйста. Ну, а мы к вам с удачей. Вот. Ой. Каждой коробке по три кокона. Ой, молодец парень. Вот, Пашка, спасибо. Вот не ожидал. Это я не один. Мы с дедушкой. Ой, спасибо. Да какие чудесные. Да, да, да. Спасибо вам, Гурьяныч. Спасибо большое. Ну, вот, не за что, батюшки. Не за что. Передо мной стоял дородный старик. Приземистый. На вид лет шестидесяти. Дубленный полушубок, изрядно поношенный, но без единой латки, туго перевязан к мочевым кушакам. На ногах лосевой унты, в двух местах аккуратно перехваченной ремешками. Сухое, обожженное ветром лицо старика, опушенное окладистой бородой, перетягивалось вздувшимися прожилками. На меня глядели умные, добрые глаза под широкими бровями. Лицо его изнутри освещала улыбка. Руки жилистые, тяжелые. На всей его коренастой фигуре, на одежде, лежал отпечаток лесного человека. Раздевайтесь! Чаю или щей горячим? Ну, от щейку не откажемся, а, Пашка? Пожалуйста, садись. Садитесь к столу. И ты, Пашка, садись. Спасибо. Ну, с паутиной что собираетесь делать? Паутину надо срочно доставить в тайгу. Километров за 200 отсюда. Да не знаю как. Это куда же? Ну, Смунский хребет. Ой, не бывал там, да и не слыхал. Где он? Видать, далеко. Как же вы ее туда доставите? Будем искать проводника. Ну, тут проводника в поселке не найти. И километров за 100 я хаживал. Не дальше, а другие там вы уменьшите. Нет ли у вас карты? Взглянуть. Ага. Где он? Усмун. Какие там речки? Может, советом помогу. Пашка, какая-то река, читай. Порожняя. Так. Так. А это как зовется? Кедровый ключ. Знаю. Левый приток порожний. Бывал там, но давненько. А дальше не хаживал. Скажите, Гурьянович, а как легче добраться до Кедрового ключа? Ну, паси бог, не посылайте людей рекой. Не пройдут. Шкалы, завалы, прижимы. Надо напрямик резать тайгой через озера. Ну, а дальше звериной тропой через отрок и угодишь в Кедровой. Дедушка, кроме тебя туда никто не проведет. Берись с проводником, а? И я с тобой. Ты с ума спять. Ой, что придумал? Будь мне пятьдесят, слова бы не сказала. А теперь какой из меня проводник? Гурьянович, а ведь Пашка дельное предлагает. До Кедрового ключа места вам знакомые? А дальше по карте пойдете? Нет, нет, не уговаривайте. По новым местам мне уж не ходить. А что, если я попрошу Макарову выслать кого-нибудь до Кедрового ключа? А мы подойдем отсюда. И я с вами. Соглашайтесь. Соглашайтесь. Я-то не могу. Дело у меня есть. Нам свирей живьем поймать надо. Каких зверей? Зачем? Да вызвал меня председатель колхоза и говорит, выручай, Гурьянович. В моральник заскочили волки, нашкодили окаянные, трех зверей зарезали. Надо из тайги пополнить поголовье. Ну, я, конечно, в запятке отказываюсь, а он напирает, говорит, государственное дело, помоги. Ну, уговорил. Так одно другому не помеха. На обратном пути вместе поищем моралов. Соглашайтесь. Верно, дедушка, берись, ну. Из большой беды нас выручат. Вряд, соглашайтесь. Толкаете вы меня на великий грех. Ну, уж коль некому пойду. Только до кедрового ключа, не дальше. А насчет тебя, Пашка, подумать надо. Как со школой быть? Дядя Криш, отпросите меня в школе, а? Скажите, что без меня работа сорвется. Ну, уж я как-нибудь сам найду, что сказать. Но если твои дела в школе плохи, не возьму, даже если отпустят. Как тебя в школе-то, Пашка? Ну, со школой спрашиваю, как у тебя? С арифметикой не справляется. Да пока примеры были, я понимал, что к чему. Ну, что ты? А как вот пошли задачки, вот тут-то и прижало меня. У нас во всем потомстве считать отроду не умели. Вся надежда на него. Вот если арифметику не одолеет, то нашему роду каюк. Сам видишь, что делается на этом свете. Всякие машины, самолеты, спутники. В космос люди летают. Без арифметики теперь жить нельзя. Сзади окажется. Значит, я должен за весь род ответ держать? А ты как думаешь? Конечно, жалко мне свой род. Придется налечь на арифметику. Ну, а если он по арифметике потянется, пусть идет. Слышишь, Пашка? Ну, сказал же, подтянусь. Ну, если так, схожу в школу, отпрошу тебя. Ну, что ж, договорились. Так завтра в путь. Василий Николаевич, останешься здесь за меня. Мы пойдем собираться. Ну, конечно. Пашка, пойдем. Пойдем. Гурьяныч ушел озабоченный. Конечно, шестьдесят лет. Это многовато для такого похода. Но он, видимо, не счел возможным для себя отказать нам. Макарова обрадовалась моему сообщению. Мы договорились, что утром она отправит своего проводника и военка на оленях до Кедрового. Местом встречи будет слияние двух верхних притоков ключа. Поздно ночью возвращаюсь из штаба. Горы точно чудовища спят на горизонте, закутавшись туманом. Из-за них с востока неслышно крадется прозрачная ночь с тусклыми, как бы подернутыми дымкой и звездами. Странный, загадочный, кажется, тишина уснувшего поселка. На крыльце моего дома сидит Пашка. Замерз, дрожит, но не уходит, ждет. Я к вам. Дедушка послал сказать, что мы можем завтра с утра идти. А кто это мы? Я и дедушка. А что, в школе не отпускают? Уговорил. Считай, что это тебе награда за паутину. Мы и кудряшку берем с собой, лошаденку нашу. Ну, пошли в комнату. О, у вас тепло. Чаю со мной выпьешь? С сахаром? Да. А что это у вас за коробка нарядная? С мампосье. А, знаю. Кисленькие леденцы. Могу тебе подарить. С коробкой? Да. Ой, что вы, что вы. Ни-ни-ни. Дедушка говорит, что я за конфетку и портки свои продам. Нет, брать не велит. Вот чаю с мампосье выпью. Эх, какие у вас чашечки маленькие. На, пей. А, спасибо. А у вас, видать, настоящая дробовка. Наверное, тысячу стоит. А дедушка с пистонкой промышляет. Она еще дедом его с турецкой войны привезена. Кремневкой была. Потом ее на пистонку переделали. Постреляет смешно. Вот сначала пистон треснет, потом захорчит так. Тут уж держись покрепче. И голову нужно отворачивать. Глаза может огнем вышибить. Ну, знаешь, Пашка, с таким ружьем недолгой беды нажить. Новые нужно купить. Край как нужно. Ты тайгу любишь? Люблю. Эх, ружье бы. Вот если бы ружье. А ты давно охотишься? Ах, и не говорите, какая это охота. Больше и вместо собачонки бегаю. Припасы таскаю. И где там зайца раненого поймаю. Или утку из воды вытащу. Бывает и белка зависнет на дереве. Да. Самому пальнуть дедушка не часто дает. А насчет охоты я не хуже другого. Охотником, Пашка, назовешься, когда будешь разбираться в следах зверей и птиц. Будешь знать их повадки. Не достигнешь этого. Нечего тебе делать в тайге с ружьем. Да что вы, что вы! Я в тайге любую пташку назову. Дедушка-то мне все объясняет. Вот ружье бы. Не знаю, что с тобой делать. Неужели дадите? На эти дни, может быть, и да. Спокойной ночи. Я к дедушке в медвежий лох побежал. Сказать насчет ружья. Ты с ума сошел? Ночью не смей. Убежал. Может быть, я зря ружье пообещал. Не надел бы глупостей. Утром мы уже шествуем по улице в полном походном облачении. Какими легкими казались первые шаги от людской суеты, от бревенчатых изб, от назойливых звуков. На душе простор, свобода. Наш караван представляет странное зрелище. Впереди Бурьяныч. Тяжелыми шагами приминает он отогревшуюся землю. За ним, безнадежно понурив голову, идет кудряшка, тощая, грязно-серой масти, старенькая лошаденка, завьюченная, что называется, от ушей до хвоста. Объемистые кожные сумы с продуктами, какие-то свертки, котел, чайник, мешок с овсом, топор, палатка, лыжи – все это лежит на ней копной, перевязанной веревкой. Следом шагает Пашка. У него за плечами поблескивает длинным стволом ижевка. Телогрейку перехватывает тяжелый патронтаж. Он идет ровным, воинственным шагом. А позади него бежит на ремешке собачонка по кличке Жулик. Она то забегает вперед, то вдруг отстает, прячет свой не ахти какой хвост глубоко между ног, тянется на поводке, пытаясь вырваться. Драгоценный груз паутиновой коконы я несу в боковом кармане гимнастерки. За поселком небольшая степушка. От тепла земля набухла, как на дрожжах почернела, по ней потекла зеленая щетина и свежая майская травка. Дорога, пробежав ветхый мостик, раздвоилась. У леса Гурьянча останавливается, дожидается меня. Ну, прими нас, матушка тайга, мы к тебе с поклоном. Пашка, рассупонь грудь, дыши во все меха, набирайся сил. Дух-то хмельной, как того и гляди, с ног сшибет. Жулик, Жулик, не отставай. Ну, Кудряшка, шевелись. А, Рябок! Сейчас я его... Я тебе дам. С зимы заприметил парочку тут в березнике, не тронул. Пусть, думай, плодятся. Нынче не густо стало этой птице. Я сейчас подзову, Рябка, а вы полюбуйтесь. Забавная птица. Вот он! Где? Не вижу. Левее глядите. Где? В развилке шевелится. А, да вот же он на нас летит. Ишь ты, баловник, а? Ну, пошли дальше. Тропка-то исчезла. Пашка, осторожнее, дерево временем порушено. Не лезь под него. Ох ты, какой мягкий. Ох, словно ковер. Ох, хорошо в тайге. Пашка, глянь, на елке тупло. Видать, белка в нем зимовала. Верно. А вон и грибок на сучке, словно подсушено с осеней. А вон на березке. Значит, убили белку-то. Не попользовалась она своей заготовкой. Дедушка, дедушка, кажись, здесь сахатой кормился. Неужто я прошел? Так и есть. Не заметил сломки. Вот за елкой березку обглодал на ходу. Видать. Да он не один прошел. Видишь, еще отпечатки копыт. Самка с прошлогодним бычком наследила. Смотри, Пашка, вот этот острый след самкин, а вот этот тупой бычка. Запомни, не ошибешься. Красота-то какая. Посмотри, Пашка, какой вольностью наградила ручей весна. Ну, нам на ту сторону. Вот здесь по бревну и перейдем. Ты смотри, Пашка, осторожней. Ненароком свалится. Да что ты, дедушка? Анисимович, вернись. Попей водички, не пожалеешь. Вот. Да чего же она хрусткая. Верно. Живительное благо. Жулик, жулик, не отставай. Дедушка, скоро кончится лес. Он бы не кончился. Да порешили его. Чего-то кудряшки нет. Может, и в юг упал? Да нет. Вон она, у ручья стоит. Ой, оробела, на ноги не надеется. Ну, ты, слепая, смотри под ноги. Пересла. Пашка, веди ее по воду. Где тут была моя старая затеска? Вот она. Теперь сюда давайте. Сюда. Ну, вот и вышли. А что это? Где? Да вот. Голая земля, да пни. Какая тайга была. Кондовая. не деревья, а свечи стояли. Погляди, деревца живого не оставили. Молодняк уничтожили. Вековой кедрач тут стоял. Неспроста его у нас материнским деревом зовут. Кормилицей и его под топор. А ведь законам запрещено рубить его. А что бы земля дала, если бы ее не оголили, а? Рубишь дерево, так умей и вырастить замену, иначе глумление получается над землей. Дедушка, лес-то вырубили для новых строек. Об этом я и болею, внучек. Дальше-то его побольше потребуется, а где возьмем, ежели так хозяйничать будем? В этом деле человек нужен с материнской заботой, с любовью к лесу. Да что и говорить, упущение лес-пранхоза. упущение? Скажи, лучше преступление. Дедушка, ну потом, Олесе, ну пойдем. А ты, внучек, слушай и не перебивай, это тебя больше всех касается. Тебе придется наши прорехи латать, ответ держать перед землей и за лес, и за всякую живность. Она спросит. Ну да, опять Пашка виноват. В роду считать не умели, я должен за всех арифметику учить. лес порубили, Пашка ответ держать должен. А кому же еще? Ты законный наследник, твое все это. С измольства приучайся беречь природу. Ах, годы мешают. Пешком бы пошел в Москву жаловаться на разбой. Ну дедушка, успокойся, ну опять сердцем плохо будет. Ну пойдемте, уж скоро вечер есть хочется. Ну вот, говорят, и к боли можно привыкнуть. Нет, в могилу ее унесу боль, залез за зверя. Ну надо поспешать. Есть, говорим, захотел. Там на озерах пожуешь. пожуешь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А дальше синего леса, накинутый на отроги высоких гор. Оттуда бежит непрерывными струями легкий ветерок. Вечер быстро надвигается. По ясному небу плывет молчаливый караван-казарок. Мы прибавляем шагу. Нас опережают плотные стайки уток и одинокие, видимо, отставшие от своих табунов болотные птицы. Гурьяноч ведет нас напрямик к ельнику. Ноги проваливаются в оттаившую грязь чуть ли не по колено. Долго петляем, обходя рыпины с залитой водой. Дьявол попутал, надо бы перелесками, там суши. Но ничего, за этим ельником последний болотца. Дедушка! Посмотри, какая поляна! К ней и вел. Привал! Пудряшка! Стой! Стой, сейчас мы тебя развьючим. Палатки ставить не будем? Да. Заночуем у костра. Пашка! Руби таган! На этих озерах уток тьма. Охота славная. Как раз к перелету поспели. Дедушка! Держи таган! Лебеди трубят. Слышишь, Пашка? Пашка! Да где же он только что был здесь? Пашка! Убег. А я ведь знал, он шельмец уведет. Надо было привязать, а то не удержишь скользкой, как на лиме. Все-таки куда же он ушел? На озер, конечно. Неспроста убег. Чего-нибудь надумал. Да вы не беспокойтесь. Ничего, что перышком не вышел. Зато умом куда с добром. Зыбкий еще был. Только на ноги становился. И что бы вы думали? Бывало, ружо в руки возьму, так он весь задрожит. Ручонками вцепится в меня. Хоть бери его с собой на охоту. А малость подрос. Ружо себе смастерил из трубки. Порохом начинил его. Камешков наложил, как в заправду с ним. Вот боюсь. Обведет он нас нынче с тобой. Даром же-то мало, а уж обстрелять ему-то ничто. Да ну что вы, Гурьянович, как это обстреляет? Какой из него еще охотник. Обстреляет и глазом не моргнет. Он теперь с ружом хоть куда пролезет. Скорадет хуже зверя. Я-то знаю. Ну вот, сердце его надо. Посмотрим, Гурьянович. Пойдем и мы к озеру. Тишина-то какая. Видишь? Зеленый троелистовый островок на озере. Ага, вижу. Это и есть Горловое озеро. Ну, поторапливайся. Ну, что ж, не дуй. Вот сюда, сюда. Осторожно. Тут хоть мелкое, а все же болото. Вот сюда держи. Заельник. Вот скорадок. Ну, залезай. Теперь нас птица с озера не увидит. Утки. Утки. Утки летят. Ай, дьявол прозевал. Да ничего, сейчас еще подвалят. Это Пашка. Ей-богу, он пальнул. Говорим, чтоб стреляет. Да тише, Вагурьяноч, гуси. Гуси. Сюда летет. Вот теперь следи. Ага. Так, пусть налетят. Давай. Взял. Вроде бы так. Да вон он на островок упал. А-а-а. Пашка стреляет. Вон черки невысоко летят. Черок есть. Надо подобрать теперь гуся. Куда ты, куда ты, озеро глубокое? Только вплавь можно добраться до островка. Ой, вода ледяная. Ну, а что же делать? Не бросать же его. Дедушка! Дядя Гриша! Пашка, он по болоту сюда топает. Кажись, вроде без птицы. Ну вот, а вы говорили, обстреляет он нас. Пашка, ты что долго не идёшь? Тяжело нести, что ли? Стрелял вроде много. А где же утки-то? Да пустой. Близко не подпускают. А далеко не могу выцелить. Зря патроны извёл. Плохи твои дела. А вы убили? Да. Вот. О, ух ты! Жуй, глянь. Ох, какая крупная утка! Ну, это у тебя, Пашка, от зависти зрачки расширились. А, впрочем, у тебя и такой нет. Ружьё-то фальширит, видать. Ну? Да, не туда дробь бросает. Или легкоранная. Вот бью-бью, ни пуха, ни пера. Постой-ка, Шельмец, что это у тебя за спиной гусиной лапы болтаются? Где? А ну, повернись-ка. Неужто обманул? А? Ну, расстегни телогрейку-то. Ну? Гусёнок. Так себе маленький напохлёб. Вот это да! Гусь-гуменник, а? Жрён. Чистый просёнок. Да где же тебе эта дурница попалась? С крадом? Из табуна в лёд выбил. Ну да, так уж и в лёд. Будь второй ствол, ещё б одного сбил. Из двух наших птиц похлёбка будет куда с добром. Ну, если не хватит, у меня ещё гусь есть. Да ну? Да, гусь. И, пожалуй, покрупнее твоего. Так что не очень задавайся удачи. А где же он? Вот. На острове. Видишь, серый ком. Ух, это на острове! Так его же ещё достать надо. А тогда уже гусьём считать. А ты помоги. Ну что ж, попробую, Журик. Журик, рука. Возьми. Ну что ты на меня смотришь? Лезь в воду, видишь? Ну, Журик. Ну, ну, ну. Хороший пясяк. Ну. Ну. Ну, возьми, Журик. Ну. Ой, Журик. Я кому говорю? Ой, не хочет, а? Ну-ка, иди-ка сюда. Иди-ка, иди-ка. Иди-ка, иди-ка сюда. Иди-ка. Плыви. Ничего, ничего, Журик, ничего. Плыви, плыви. Плыви, плыви. Так, так, так. Ничего, Журик. Так. Видите? Да плыв. Ну, и сейчас посмотрим, чей гусь больше. Посмотрим. Эй. Что это? Да он же ест гуся. Ест. Пашка, ну почему же ты смотришь-то? Эй, эй, Журик, Журик. Журик, назад. Назад, Журик. Назад. Брот, брот. Назад. Журик, бро. Назад, Журик. Вот Ира, Пашка. Ну, что ж ты наделал-то, а? Ну, эх, беда. Какое добро стравили собаки. Ну, конечно. Если бы я за каждую подноску давал Журику сахар, как в цирке, он бы не подвел. Вот. Вот и получилось. Ну, надо прямо сказать, Пашка. Скверно получилось. Зря извел гуся. А в кармане у тебя что? Это что ли? Да. Да так, пустяк. Маленький. Гоголь. Тоже в лед? Маловато дедушка стала уточки. Видать, и правда извелась. Твоя победа, Пашка. Обстрелял ты нас. Пашка, чего присмирял? Что, намаялся? Дедушка, я нечаянно уточку убил. Вот она. Как это нечаянно? Тебе говорено, стрелять только селезнь, а? Ежели не можешь, нечего ружо брать в руки. Она бы к лету сама десятой была, а ты ее убил. Дедушка. А ну что, дедушка, дедушка, на что это годится-то? Пошли к табору. Уживать пора. Мы молча шлепаем по заболоченному перелеску. В лужах зажглись небесные светлячки. Черное небо чертит огнистые метеориты. В теме не исчезает старый беспокойный мир. Гурьяноч поправляет костер, разливает по чашкам варева и отрезает всем по ломтю хлеба. После утомительного перехода, после стольких впечатлений, ужина у костра под охраной дремлющих елей кажется самым желанным. Какая притягательная сила в этом ночном огоньке. Человек всегда тянет к нему. И жизнь его в лесу была бы безрадостной, если бы он потерял такого чудесного спутника, как костер. Болото здесь кормистое. Сахаты и раньше сюда ходили. За ночь, бывало, с десятых приходило купаться. Сахаты и ходили. Дядя Гриша. А? Дядя Гриша, пошли на болото. Зачем? Посидим ночь, посмотрим, что делается. Ну, придёт же тебе в голову такая чепуха. Ну, ладно, только объясни, что там делать будем. Вы слышали, дедушка говорил, сахаты и туда ходили кормиться. Ну, что? Ну, что? Может, какой на фарт заявится? Так уж уважьте, а. Дедушка одного не пустит. Ну, хорошо. Пойдём. Гурьяныч, мы с Пашкой пойдём ночевать на болото. Это зачем? Пашка тянет. Охота ему Сахатова увидеть. Какие тут теперь Сахаты? Ты чего бы ламут придумал? Котомку надо было бы ему утром накинуть на спину. Тогда бы не до болот было. Ну, ничего не случится, Гурьяныч. Мы там выспимся и до солнца вернёмся. Ну, разве что. Не забудьте, утром рано тронемся. На болоте садитесь с нижнего края. Пашка, слышишь? Ручей вверху гремит. Это к погоде. Ночью дух будет к низу тянуть. Пашка, захватывай плащи и ружьё. До свидания, Гурьяныч. До свидания, дедушка. Вот здесь пойдём. По редкому перелеску. Комаров-то. Комаров-то прям. Страсть. Пашка, затолкай мне край на Комарника. Подворот телогрей. Вот так? Ага. И сам тоже надень. Вот теперь можно сесть и ожидать. Пашка, перестань ёрзать. И запомни, больше никаких разговоров. Забудь, что я рядом. Ладно. Играет музыка Тихо плывет звездная ночь над уснувшим болотом. Все больше синеют потемки лесночащие. Темные вершины ели озарены фосфорическим светом луны. До слуха доносятся едва уловимые звуки теплой ночи. Тут и шепот, и вздохи, и ласковый бег ветерка. Я и Гриш, слышите? Почка лопнула. Мы сидим вдвоем, прижавшись друг к другу, Караулем дразнящую тишину. Оба молчи. Слышно, как облегченно вздыхает земля, Как дышит лес старый великан. И невольно чувствуешь, как он весь молодеет, Наливается соком, будто хмельной прагой. Слышите, гуси, С места не сойти, гуси. Не, эх, с ними, баба. Где-то высоко в звездах Глохнут взбудоражившие нас звуки. Бурю мыслей оставили во мне пролетевшие птицы. Пашка тоже не отрывает глаз от темного неба. Ночной крик гусей, кажется, пробудил в нем Никогда не испытанное желание Лететь с птицами. И он, может быть, понял, Что это новое чувство пленило всего его. И что ему теперь ни за что не освободиться От мечты побывать в неведомых странах. Что, Пашка, молчишь? Неохота бабушку и дедушку обижать. А то бы махнул следом за гусями. Куда? Подожди. Пусть оперятся у тебя крылышки. Долгонько ждать-то. А я бы из твоего возраста вообще не выходил. Пашка уходит в свои мечты. Я думаю о лучшем, о будущем, О вечной весне жизни. Мне кажется, что сегодня я Открыл для себя что-то новое. А Пашка, вероятно, целый мир. Огромный, непостижимый и прекрасный. Сахатый. Сахатый. Тихо. К нам идет. Вот это да. Ай, огромный. Рога-то какие, рога. Тихо. Какое великолепное зрелище. Болото лежит в тяжелой свинцовой синеве, впаянной в землю. Окружающие его кочки похожи на маленьких гномов, охраняющих богатство сказочного водоема. Огромная туша Сахатого скрыта под водою. Видна только рогастая голова, да иногда всплывает темная полоска спины. Кто бы мог поверить, что это грузное на суше животное так ловко и быстро плавает в воде. Нечасто такое видишь. Пашка не выдерживает, вскакивает, бросается к болоту, но тут я его ловлю за штанину, удерживаю, подминаю под себя. Куда тебя понесло, зачем в болоту рванулся? Эх, оседлать бы его в воде. Вот прокатил бы. Да ты что, в своем уме? Вот и кончилась ночь. Спасибо тебе, Пашка, что ты меня сюда притащил. Где вас носила? По лесу ходили. Ну и хорошо же там. Эх, внучек. Лес, милый мой, это школа жизни. С ним только подружись, всему тебя научат. Ну, садитесь завтракать. Гусятина готова. Давайте чашки. Спасибо. Приходил зверь. Здоровущий. Ну, значит, пофардила. Дедушка, ты слышал когда-нибудь, как во сне разговаривают птицы? Нет? А как лопаются почки на березе? Пак. Пак. Не слышал. Вот я тебе сейчас пакну. Чего выдумал, баламут? Вот сам не спишь и других смущаешь. За дроваем бы сходил. Ну, давай топор. Сейчас принесу. Вон он. Журик! Чудной у нас, Пашка. Прям чудной. Пойдешь с ним в лес, все прислушивается, чего-то соображает. А то вдруг ни с чего развеселится, запоет или начнет бормотать, птиц передразнивать. Иной раз ему не в терпеж встанет в зимовье. Уйдет в тайгу и всю ночь один, как зверь по сопкам мотается. Мы со старухой было поперег пошли. Да, где там. Вот я и думаю, растет без отца, без матери. А мы со старухой что можем дать ему? Ума не приложу. Что делать с ним? А я, Гурьяныч, думаю, хорошо растет Пашка. Да. За него вам скажут спасибо. Вы привили ему любовь к труду и открыли загадочный мир природы. Тепло огня приятно нежит. Бросаю на сырую землю спальный мешок, приваливаюсь к костру. Холодный ветер пробегает по ельнику, тревожит темные кудри старых сосен. Я думаю о том, как велик и разнообразен мир природы, окружающий человека, как плохо мы знаем его и как мало используем на свое благо, чтобы богаче, прекраснее было жить на земле. Я думаю об охоте, о паутине, которую ждут в отряде Макаровой, о Гурьяноче, о Пашке. Пашка. Каждый кустик, каждая тень, каждый солнечный блик таят для него уйму самых удивительных неожиданностей. А шум весеннего ручья, песни птиц, звуки падающих с хвои капель все это сливается для него в несмолкаемые гимны жизни. Он в восторге, готов свернуть город. Многое из того, что он видит и слышит, ему уже знакомо, но здесь, далеко от дома, все это кажется необычным, неожиданным, наполняет новизной его душ. Ведь это его первое путешествие вглубь тайги, первая настоящая охота, первая ночевка у костра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...